У меня разведка. Сижу в разведке. Смотрите, друзья, какое шикарное место. Сходятся ручьи. Один ручей, второй образует вилку. Вот этот вот бугор я прошел, там ничего нету. Сейчас скажу на этом. Я вам открою. Друзья, секрет мало кто знает. Между вот этим полем разделяет ручей. Объехал вокруг, заехал на вот это вот поле, походил по тем буграм. Вспомнил канал «Кладоискатели Украина». Ребята, вам привет. Мэджик тайм, друзья. Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме. Эксперты оценят находку, предоставят они исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». У меня разведка, хожу в разведке, ищу керамику на полях. Прошел я уже четыре поля, пока ничего. Хожу, в общем, лучше всего керамику видно, конечно, после перепашки, после дождя. Сразу по свежей перепашке ее не видно, потому как свежий грунт и она сливается с землей. Вот такие вот красивые места здесь. Смотрите, кайфовые места. Там сзади трактор убирает пшеницу. Четыре поля я прошел, пока результата никакого, но надо искать. Надо искать новые места. Почему? Потому как старые уже все изрядно подшатаны. Поэтому сегодня у меня разведка. Хожу, в общем, ищу по стороне. Тоже хорошо видно керамику. Почему? Потому что зиму усадили в прошлом году. За зиму грунт уселся, дождями что-то повымывало, попромывало, и керамику видно. Потом, когда будет перепашка, ее тяжело будет увидеть. Поэтому, если ходить, то вот по такой стороне. Надо только очень внимательно присматриваться. С прибором, понятное дело, не походишь. Но глазами походить, посмотреть можно. Нашел я одно паханное поле здесь рядышком. Оно возле ручья. И я думаю, что если я сейчас похожу, ничего интересного не найду, я заеду на это поле и похожу там с прибором. Перепашка, в принципе, хорошая. Пшеница там стояла. Его перепахали, ровненько загладили и можно походить. В общем, хожу пока в разведке. Если что-то найду, вы все увидите. Ищу поселение. Ищу поселение. Места интересные. Смотрите. Там вот горбик, ручей за горбиком. Сторона правильная. Еще схожу на ту сторону за ручей. Как-то туда надо доехать. Дорогу пока я по гуглу не нашел. Но сейчас как-то буду искать ее. Так, тропинками какими-то как-то доберусь туда. Ну и опять же плюс стырни, что можно сейчас на любое поле заехать, по любому полю проехаться, в любом месте стать. Потому как, если была перепашка, стал бы где-то возле начала поля и все, поле пришлось бы шагать. А так на одну точку подъехал, прошелся. На другую точку подъехал, прошелся. В общем, надо искать новые места. Вот так вот, друзья, иду и всматриваюсь, всматриваюсь в землю, в поисках хоть какого-то кусочка керамики. Такой бугорок интересный. Сейчас по нему пройдусь. Есть места такие, земля. Видно все. В общем, нужно очень внимательно всматриваться, чтобы что-то увидеть. Она должна быть вымытая, лежать сверху. В общем, смотрим. Смотрим внимательно, друзья. Идем искать. Там вон трактор убирает что-то. Сейчас посмотрим поближе. Собирает сено, по всей видимости, или пшеницу убирает. Туда бы на то место тоже добраться. Там интересное место. Ручьи сходятся. Как-то машина туда доехала. Я думаю, что я тоже туда доеду. Ладно, идем искать. Смотрите, друзья, какое шикарное место. Сходятся ручьи. Один ручей, второй образует вилку. Вот этот вот бугор я прошел. Там ничего нету. Сейчас скажу на этом. И дальше ручей течет. Правильная сторона вообще вот эта. Потому что она южная. Я заехал на северную сначала. Я сейчас туда попытаюсь как-то добраться. И здесь сходятся ручьи. Вот здесь вот бугор сейчас на этом месте. Мы сверху стоим на бугре. И ручей еще второй течет отсюда вот в ту сторону. И вот на бугре я сейчас как раз нахожусь. Место просто шикарное. Почему здесь не селится, я не понимаю. Может я просто не вижу керамику. Но сюда обязательно стоит вернуться, когда это поле запашут. Обязательно сюда надо вернуться и пройтись по этому месту с прибором. Я себе точечку поставлю на телефоне. И сюда обязательно вернусь. Сейчас я уже половину как бы прошел. Сейчас отсюда пройдусь. Туда вот до края. И буду переезжать на другое место. Смотрите. Нашел я друзья кусочек стекла. Тоненькое. Старое. Раньше делали старое тонкое стекло. Я вам открою. Друзья, секрет. Мало кто знает, но у черняхов тоже было стекло. И это стекло привозили с Рима. Кубки всякие там, стаканы стеклянные были тоже. Черняхи были. Некоторые из них тоже аристократы. Как бы, ну, в обществе в своем пользовались авторитетом. И у них было стекло. Оно попадается, но очень редко на поселениях. Поэтому никто об этом... Ну, мало людей об этом, в общем, слышали. И вот это стекло... Что-то мне кажется... Оно мутное было, кстати. Это тоже мутноватое. Не было прозрачности стекла. И это стекло очень даже может быть нужного нам периода. Так что вот так вот. Возьмите на заметочку себе. А я дальше иду. Иду вот так вот. Прямо и до конца посадки. Обследую еще этот район. И буду переезжать. Иду к машине, друзья. Еще одно поле оказалось пустым. Это пятое поле, на котором я сегодня побывал. Но мне очень понравилось место. Я считаю, что сюда нужно вернуться с прибором. Пока иду, смотрю на керамику. В общем... Вокруг кукуруза стоит. И... К этому полю... Проезд через другие поля. И я думаю, что его будет пахать первым. Чтоб сюда можно было доехать нормально, в общем, через поля. Поэтому... И сегодня-завтра здесь будет перепашка. Вернемся сюда и походим с прибором. Не вычеркиваем это место. Но оставим. Кусочек стекла, кстати, вызывает... Очень большой интерес. По крайней мере, у меня. Не знаю, как у вас, но у меня вызывает интерес. И надо сюда вернуться однозначно. Оттуда тянет дождь. Я смотрю, такое... Затягивает, видите? Но... Мне не страшно. Потому как я в машине. Если что, добегу, чтобы не намокнуть. В общем, едем дальше, друзья. Едем на следующее поле. Итак, друзья. Очередное поле в разведке. Значит, сейчас покажу, где я был. Сначала я заехал за ручей. На ту сторону прошелся. Вот это вот все поле. Вот это вот все поле прошелся, которое за ручьем. Тут ручей течет внизу. Потом это поле между вот этим полем разделяет ручей. Объехал вокруг. Заехал на вот это вот поле. Походил по тем буграм. Шикарное место. Просто шикарное. И сейчас выехал на вот это вот поле. Оно тут здоровенное. Сторона правильная. Почему правильное? Солнце встает там и целый день светит на вот это вот. На эту сторону поля. На этот берег ручья, можно так сказать даже. Значит, какая у меня стратегия. Сейчас сначала я зайду вот в эту вот посадку. Пройдусь по посадке, посмотрю керамику в посадке. Почему? Потому как годами она уже там могла отлежаться. Ее должно быть очень хорошо видно. Сейчас зайду в посадку. А потом выйду на поле, похожу по стороне. Посмотрю керамику на поле. Так, что у нас тут в посадке? Ох, залазим. Значит, посадочка. Кстати, посадочка очень даже интересная. Чернозем везде. Сейчас быстренько пробегусь по посадке. Посмотрю керамику в посадке. Должно быть ее, в принципе, видно. Тогда было видно. И потом выйду на поле. Шикарная посадка. Тут даже можно было бы походить. Но сначала ищем керамику. Сначала керамику. Если будет керамика, будем ходить. Если не будет керамики, перееду дальше. В общем, смотрите. Такая вот она, разведка. Ходишь и смотришь. Что тут делать? Кроты порыли. Кстати, на кротячих этих ямах они иногда выкидывают. Тоже видно керамику хорошо. Поэтому нужно очень внимательно все просматривать. Ладно, идемте дальше. Иду, друзья, иду и смотрите. Посадка между двумя полями. Ее разделяет тропинка. Тропинка, по всей видимости, звериная. Потому как ходить тут людям некуда. Звери тут бегают. По этой тропиночке. Вот она, видите? Очень хорошо видно. И следов здесь человеческих нету никаких. Это не след. Следопытом можно стать в этих поисках. Вот такая вот история. Так. Идем дальше. Ищем керамику, друзья. Посадка шикарная. Местами грунт выглядывает. И должно быть что-то видно. Но пока... Пока безрезультатно. Пройдусь еще туда дальше, до конца посадки. И выйду потом на поле. Пойду по полю обратно к машине. Иду искать. Смотрите. Иду, друзья, по посадке и пою песни. Блин, вчера копали на поле. Я чуть не наступил на ужа. Что он делал на этом поле? Причем, ну, достаточно далеко он заполз. Достаточно далеко он заполз. И я шел он себе, дружище, на солнышке греется, на перепашечке. Поэтому, чтобы не наступить ни на какую тварь, я хожу и пою. Вот такие вот надо кучки просматривать. Нема тут ничего. Блин. Ну, как так? Скажите мне, пожалуйста. Там ничего нет. Вот такой шикарный чернозем. Чтобы ничего не было. Вот это прикол. Шикарные места просто. Просто шикарнейшие. И ничего пока... Нет, возможно, ближе к воде где-то будет керамика. Но посадку тоже пройти надо. Есть у нас одна посадочка, кстати, интересная, я вам расскажу. Есть одна интересная. Сейчас я к вам развернусь. Есть, друзья, у нас одна очень интересная посадочка. Вообще, недалеко от города. Даже две интересные посадочки. Недалеко от города они. И там в одной посадке черняхи, а в другой посадке Киевская Русь. Тёмыч там нашёл Н-колпиончик маленький, красивенький. У меня, кстати, в Инстаграме фотка есть. Кто не подписан на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Все находки с полей сразу же прям с поля отправляются в Инстаграм. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Керамики пока не вижу. Посадка ещё метров тридцать и закончится. Я, друзья, выйду на поле. Нету ничего. И это пока меня абсолютно не радует. Так как места очень интересные. Я вот сейчас вспомнил Артура с Женей в канал Кладоискатели Украины. Ребята, вам привет! Артур, Женя, привет вам! Кто-то звонит мне. Вспомнил канал Кладоискатели Украина Артура с Женей. Ребята, вам привет! Вот такой вот шикарный канал. Подписывайтесь. Ссылочку оставлю в описании. И я ещё их вспомнил. Они проделывали огромнейшую работу. Ходили по полям. Тоже искали поселение. У них с этим вообще там проблематично. Найти какое-то поселение в ихних краях. Это Никополь. Никопольский район. поставляет огромнейшего труда. Артур там проходил не знаю, по километров 20, наверное, по полям. Это всё искал, смотрел. Не находил. Тут надо отдать должное. Молодцы, конечно. Молодцы ребята. Собирали керамику. Анализировали это всё. Интересовались. Да и сейчас интересуются в принципе всем. Тоже закончилась посадка. Выхожу на поле. В общем, молодцы. И сейчас я в аналогичной ситуации нахожусь. Тоже хожу и ищу в надежде найти какое-то новое поселение. Ой, какая красота. Красотень. Так. Куда же нам идти? В какую сторону? Вот поле, смотрите. Вот зелёнка насыпалась туда репака. И вот здесь вот поле за моей спиной. И ещё вот здесь вот поле. И они как-то так все разрезаны ручьями. И очень интересные места. Иду я, наверное, туда, куда пока запланировал. А потом, если что, зайду ещё на вот это поле. Очень оно интересное. Сейчас вам покажу поближе. Значит, три поля. Одно под зелёнкой подсыпанной. С репака. Вот второе поле. Которое вот совершенно недавно убирали. Кстати, вот та вот сторона за тем ручьём. Вот ручей течёт. За ним очень интересная. Пройти мне тут гулять ещё и гулять. И вот это поле, на которое я приехал. Вот оно. Сейчас я по нему пройдусь. Сначала. Потом, если что, сюда на край подъеду. Так, где там моя тачка? Ох, где моя тачка? Даже не видно. А, вон она стоит. Там я зашёл в посадку. Значит, сейчас я по вот этим буграм пройдусь. Посмотрю, что здесь. И перееду куда-то дальше. Батарейка садится в камере. Ещё хватит на несколько минут. В общем, пошёл искать. Смотрите. Дождик пошёл, друзья. Смотрите, как льёт. Красота. Я думаю, что это ненадолго. Ветром заворачивает. Это нас не остановит. Мы идём искать дальше. Идём. Друзья, посмотрите, какая красота, какие облака. Просто в сказке. Как будто горы где-то далеко-далеко. Сейчас попробую приблизить. Вот это красотень. Такое увидишь только на закате. Неимоверно красиво. Даже комментировать не хочется. Шикарный вид. Друзья, это поле вычёркиваем пока со списка. Сюда ещё вернёмся. Почему? Потому что, смотрите, вот только убрали пшеницу и тут насыпано между рядками ничего не видно. Вернусь сюда немножко позже, когда это всё ветром поразгоняет и оно станет более-менее смотрительным. Видно ходить пока здесь нету никакого смысла. Хотя поле шикарное. Шикарное такие разливы, разрезы. Видите? Вот этот бугор надо было обострять. журавли там ходят. Поле сейчас свежак. Только-только собрали. Журавли там ходят и что-то едят. Мышей ищут, наверное. В общем, вернёмся сюда немножко позже. Место интересное. Надо его всё пройтись до конца. Особенно вот тот бугор. Поеду дальше искать. Вот такие вот норы на полях тоже выкидывают землю. Стоит обращать на это внимание. Потому как землёй вместе могут выбросить керамику. Но тут её нету. Идём дальше, друзья. Вот идём. Шурудим по стороне. Шурудим по стороне и ищем. Сматриваясь в землю ищем керамику. Такая вот она разведка. Идти мне ещё до конца поля. Пошёл я. Смотрите. Следующее поле, друзья, у нас на этот раз паханое. И я сейчас быстренько пробегусь, гляну керамику на вот этих вот буграх. Был я вот там за посадкой, вот там везде там всё объездил, пока ничего не нашёл. Пробегу сейчас здесь, посотрю, перепахали его уже давно, судя по тому, что грунт засох, и я очень надеюсь, что керамику будет видно. Хотя очень даже не факт, что будет видно, но пробежаться надо, раз я в разведке нужно ходить и сотреть, в общем иду и сотреть, если найду какую-то керамику, покажу. Пробегусь быстренько, дождь, правда, начинается, ну ладно, не страшно, не сахарный, не размокну, пошли. Друзья, нашел кусочек керамики, как бы ее поломать, пострелить, что там внутри, но это думаю, что это хуторщина, сейчас я ее разломаю, в общем, подождите, секунду, блин, не могу ее разломать, весьма крепкий кусочек попался, не ломается, мне бы посмотреть, что там внутри, какой состав, это очень немаловажно, но тонкая, тонкая, так, надо внимательным быть, посмотреть, может, еще есть какие-то кусочки, идем гулять дальше, вот, вот, друзья, что я вам хочу сказать, каждый год перепашка бывает разная, причем один год керамика запахивается вовнутрь, в глубину, а второй год ее выворачивают наружу, то есть, если был небольшой культурный слой, его очень легко могут запахать, этому свидетельство несколько у нас было выездов по нескольким местам разным, и один год на одном и том же месте много керамики, а второй год на том же месте ее практически нету вообще, ну, может, один кусочек или два, вот, такие вот, в общем, дела, возьмите себе на заметку, поэтому, если вы ходите в разведке без прибора, так как я, на это тоже стоит обращать внимание, может быть, керамика есть, а может быть, и не видно ее, поэтому, эти все факторы тоже нужно учитывать, ну, и на каждом поселении разный, разная толщина культурного слоя, бывают такие поселения, что трактор даже не достает до культурного слоя, очень глубоко, там, от 50 сантиметров до метра, даже до полтора метра, мне товарищ рассказывал, что в одном месте культурный слой был в глубину два метра, так что берите на заметку все эти моменты, иду еще пока нету, один кусочек нашел, и все, больше нету, о, какая красота, смотрите, пройдусь еще вот так вот по этим бугоркам, по вот этим фокусируйся, по этим бугоркам пройдусь и пойду к машине, еду друзья в дождь, мне туда надо в эту сторону, вот поле паханное, может здесь сейчас пройдусь подстрю керамику, блин, что-то немножко не в тему, смотрите, смотрите, радуга, смотрите, радуга, начинается, начинает показываться, прикольно, едем дальше, едем в дождь, туда нам надо, и что-то не очень хочется туда, если честно, ладно, сейчас построю, может еще какие-то есть ручьи, пойду по ручьям, пройдусь, вот такая вот разведка, друзья, гоняю по полям, ищу поселухи, места интересные, надо керамику выходить, сотреть, едем, мэджик тайм, друзья, посмотрите, какой красивый закат, просто неимоверно, камера, конечно, не передает, так как вживую, но, но все же красота неописуемая, неописуемая, картофель неописуемая, пусть неописуемая, она Casa неописуемая. К flavour Субтитры создавал DimaTorzok